Братья и сестры, я вас всех приветствую. Мы сегодня продолжаем изучение послания к Ефесинам. И мы уже с вами заканчиваем вторую главу. Я прошу, если у вас есть Библия, вы следите за рассуждениями, открыть вот вторую главу. Если у вас нет Библии, ну, слушайте. Прежде чем прочитаем, прежде чем прочитаем библейский текст, еще раз хотелось бы напомнить, ну, вот, как обычно говорят, большую картину. То есть, о чем вторая глава вот этого послания, что в основном, вот что вот большое можно увидеть из рассуждений апостола Павла. Вторая глава состоит из двух частей, две части, в каждой из которых говорится о том, что Бог делает для человека. Вот два таких больших действия Бога апостол Павел обсуждает, открывает, открывает, для нас с вами в этой главе. Первое – это оживотворение. В пятом стихе вот так вот он говорит, что Он нас мертвых по преступлениям оживотворил. То есть, первое действие, о котором напоминал нам апостол Павел, это то, что Бог нас оживотворил. И второе действие – это примирение. Это уже Иисус Христос, который является миром нашим. Но примирение тоже состоит из двух частей. Примирил Христос человека с Богом, и Христос примирил иудеев, язычников. То есть, примирение, оно состоит из двух частей. Христос примирил человека с Богом, мы имеем мир теперь с Богом. Христос – это мир наш. И также Христос примирил вот две нации, которые, ну, и сегодня еще, даже если иудеи, они не находятся в мире с язычниками. То есть, Господь это сделал. Вот самая последняя часть главы, о которой мы с вами будем рассуждать, это благословения, достигнутые примирением. Если вот рассуждать о примирении, то у примирения есть благословение. То есть, что мы с вами получили, какие привилегии мы теперь получаем после того, как вот Христос совершил примирение. Вот это вот большая картина, чтобы как-то нам с вами влиться вот в рассуждение апостола Павла. Давайте теперь прочитаем текст. Вторая глава, с 19 стиха до конца главы. Всего вот несколько стихов, пожалуйста, послушайте. Итак, «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божия Духа». Итак, мы воскресшие, как в первой части главы говорится, мы примиренные с Богом, примиренные друг с другом, язычники и иудеи примиренные. И вот теперь, вы знаете, вот еще очень интересно посмотреть на повествование этой главы, вот как на биографию возрожденного человека. Ну вот биография, она обычно включает прошлое, настоящее и будущее, если рассуждать о ком-то человеке. То есть точно так вот во второй главе можно заметить биографию искупленного человека, человек, который получил возрождение. То есть есть прошлое. Посмотрите, пожалуйста, 12 стих. «Наше с вами прошлое. Вы были без Христа». Это прошлое. Есть настоящее. 13 стих. А теперь во Христе. И сегодня мы изучаем последний несколько стихов главы, где мы говорим об итоге. То есть к чему идет биография жизни возрожденного человека? А к чему Бог ведет нас с вами? Или чего Бог хочет достигнуть в нашей с вами жизни? Итак, наше прошлое без Христа, наше настоящее во Христе. И вот как раз-таки последний несколько стихов – это к чему Господь нас с вами ведет. Вот цель, которую ведет Бог каждого из нас с вами. То есть в чем смысл оживотворения? Для чего Бог оживотворил нас? То есть в чем смысл примирения? Для чего вот Христос примирил человека с Богом? Для чего нужно было примирение иудеев и язычников? То есть Бог желает в нас с вами достигнуть великих целей. И вот именно об этом мы с вами и рассуждаем. Итак, 19 стих. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Свои Богу. Ну вот еще несколько таких вот замечаний для того, чтобы правильно понимать рассуждения апостола Павла. Знаете, вот так вот принято говорить, что вот в Евангелии, когда, допустим, Павел пишет свои послания или когда Слово Божие вообще вот записано апостолами, есть то, что называется грамматика. Грамматика Евангелия. Ну, я думаю, вы вот, наверное, сразу, мы вообще все вместе сразу замечаем вот ценность вот грамматики в нашем языке. То есть есть люди, которые, когда вот что-то говорят, их очень хорошо понятно, не так ли? То есть есть книги, есть статьи, вот, которые мы с вами читаем, и они для нас очень-очень понятны. Вот одна из причин, почему человек говорит понятно, пишет понятно, то есть это когда человек пользуется правилами грамматики. То есть грамматика – это вот такая большая-большая наука, в которой очень много правил, благодаря которым правильно образовываются слова, правильно соединяются слова, правильно составляются предложения. То есть ложная наука, может быть, запутанная наука для кого-то, но это то, что делает нашу речь с вами ясной и понятной. Точно так вот, когда мы читаем Священное Писание, когда мы рассуждаем о Боге, есть то, что принято называть грамматика Евангелия. То есть Евангелие имеет определенную грамматику, имеет определенные правила. И вы знаете, вот точно так, как в нашем языке, если мы неправильно понимаем грамматику Евангелия, то есть многое в нашей жизни нам будет непонятно. У нас будут неправильные выводы, мы неправильно будем думать о Боге, мы неправильно будем думать о нашей с вами жизни. Ну вот такое общее правило, Напомню, вот вообще грамматики Евангелия. В послании к Ефесиным эта грамматика Евангелия, она очень хорошо заметна. А в нашей с вами Библии это шесть глав, не так ли? Шесть глав послания к Ефесиным. И вот так вот интересно писал апостол Павел, что вот где-то посередине вот это послание делится на две части. Есть первая часть послания к Ефесиным, есть вторая часть послания к Ефесиным. Вы можете проследить это, когда мы с вами будем изучать, может быть будете читать это послание, попробуйте проследить то, как апостол Павел использует глаголы. Вот глаголы это такая часть речи, которая открывает действие. Это очень интересно, вот если читать первые три главы послания к Ефесиным, к нам с вами нет ни одного повеления, за исключением одного. То есть, когда Павел говорит о глаголах, о действиях, вот в первых трех главах ничего к нам нет. За исключением одного, это вот вторая глава, одиннадцатый стих. Помните, что вы некогда язычниками. То есть, много глаголов в первых трех главах, да, к нам только одно повеление. Помните. Если мы с вами читаем вторую часть послания, то есть, она уже заполнена повелениями по отношению к нам. Но в первой части все глаголы относятся к Богу. Все глаголы первой части относятся к Богу. То есть, в первой части своего послания апостол Павел очень хорошо раскрывает, показывает, объясняет то, что сделал и делает Бог. И только потом он обращается к нам с вами и говорит, а вот теперь, после того, как я вам сказал, что сделал Бог, что делает Бог, после того, как вы очень хорошо подумаете об этом, поразмышляете об этом, у вас есть возможность отреагировать. А вот теперь обращение к нам. То есть, вы понимаете грамматика Евангелия? Это очень интересно, это очень ценно. Вы знаете, вообще, это очень опасно поменять вот этот порядок. То есть, если можно говорить к человеку, обращаться к человеку, говорить, вот ты должен быть таким, ты должен делать это. Это называется морализм, читать мораль человеку. Священное Писание не такое. Священное Писание, в первую очередь, вот, допустим, нам с вами, оно говорит о том, очень многое, в самых больших деталях, в самых маленьких деталях, говорит о том, что Бог сделал. И чем больше мы с вами изучаем, знаем, понимаем то, что сделал Бог, тем лучше у нас возможность отреагировать. То есть, ценность вот вообще вот слова Божьего, Евангелия в том, что оно основано на том, что сделал Бог. Не о том, что мы с вами будем делать, а о том, что сделал Бог. Это основание, на котором нам нужно стоять. Поэтому это очень важно, очень интересно изучать истину о Боге. Итак, первая часть послания к Ефесиным, то, что сделал Бог. Вот мы как раз таки вот именно об этом рассуждаем. Ну, может показаться, для чего нам нужно знать о животворении, да, со Христом. Для чего нам нужно знать о примирении, там, иудеев, язычников. Может быть, мы иудеев-то живых уже, ну, как вот таких живыми-то и не видим. Оказывается, это очень важно. Это очень важно знать и рассуждать о том, что сделал Бог. То есть, в этом кроется грамматика Евангелия. То есть, Евангелие или вот то, что Бог хочет сегодня сказать человеку. В первую очередь, оно основано на том, что Бог сделал для человека. Для нас есть требования, но требования к человеку только после того, вот когда мы с вами узнаем, познаем, что Бог сделал. То есть, все, что мы с вами делаем, оно зависит от того, что Бог сделал. Еще вот интересное замечание вот этой вот главы. Посмотрите, если она начинается, вот поиск вани о Боге. То есть, Павел говорит, вот вы были мертвы, вас Бог оживотворил. То есть, начинается Богом и заканчивается, посмотрите, оно тоже заканчивается Богом. То есть, Бог берет мертвых. Это материал, с которым он начинает работать. Это материал, из которого он строит прекрасное здание. Тоже мы с вами об этом говорим. То есть, начало – это Бог, и конец – это Бог. То есть, смысл жизни человека, вот смысл и суд нашей с вами жизни не в том, вот что мы с вами делаем, а в том, что вот какую связь мы имеем с Богом. То есть, все от Него и все только именно к Нему. Еще одна деталь этой грамматики Евангелия. Первый стих вообще этого послания, посмотрите, пожалуйста. То есть, у Павла это очень везде во многих посланиях прослеживается. То есть, он хорошо это понимал и пытался передать это верующим. Павел – волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Вот давайте попробуем понять рассуждение этого человека. Он пишет послание. И вот как он рассматривает верующих? То есть, он понимает, что верующий человек вот сейчас, одновременно, находится в двух разных местах. Первое, посмотрите, он говорит, вы находитесь в Ефесе. Он понимает, что есть люди, которым он пишет письмо. Есть город, город Ефес на то время, большой, огромный город существовал. Там были люди, им он писал послание. Они живут в этом городе. Но в то же самое время Павел говорит, что вы во Христе Иисусе. То есть, он понимает, верующие люди, они находятся в двух местах одновременно. То есть, с одной стороны, мы находимся в State College, в любом другом городе, где могут жить сегодня верующие люди. Но в то же самое время мы еще находимся во Христе. И опять вот структура послания. В первой части послания Павел раскрывает и говорит о том, что значит быть во Христе Иисусе. Что значит, когда верующий человек, что это значит, быть во Христе Иисусе. А вторая часть послания говорит о том, как вырабатывать новую жизнь, находясь в Ефесе. То есть, и то, и то нам нужно знать. Нам нужно знать, как жить в Ефесе. И нам нужно знать, какое значение и смысл того, что мы теперь с вами находимся во Христе. То есть, мы еще с вами в первой части послания еще пытаемся разобраться в том, что Бог делает для человека, чтобы, если Бог даст нам жизнь, и дальше правильно отреагировать. Это немножко грамматики Евангелия. Я думаю, это как-то очень хорошо помогает вообще понимать апостола Павла, понимать других апостолов, и понимать Священное Писание, то есть, вот подход того, что Бог хочет сказать через Свое Слово именно к нам с вами. То есть, в первую очередь, то, что делает Бог. И потом, мы когда думаем об этом, познаем это, рассуждаем об этом, оно остается в наших сердцах, у нас появляется возможность отреагировать. Это есть грамматика Евангелия. Ну, теперь немножко к нашему тексту. 13 стих. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святы мы свои Богу. Опять посмотрите, 13 стих. Вы уже. Опять, вот это неразрывно связано с тем, что сделал для нас Христос. То есть, у нас есть какие-то привилегии. Привилегии, которые мы получаем вот после примирения с Богом. Привилегии, которые мы с вами обладаем. То есть, последствия того, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой сделал для нас. Хорошо. И что же мы теперь из себя представляем? Вот апостол Павел, опять, очень интересно, глубоко пишет. Вот четыре стиха мы с вами прочитали. В этих четырех стихах можно заметить три иллюстрации. В четырех стихах можно заметить три иллюстрации, хорошо известные людям того времени. То есть, Павел использует иллюстрацию. На каких-то примерах он показывает, что из себя мы теперь представляем. Какими привилегиями мы с вами обладаем. Он открывает природу церкви. Или, как мы с вами сказали, биографию возрожденного и скупленного человека. Первое. Павел говорит, вы граждане царства. Мы о каждом будем говорить. Первое. Граждане царства. Второе. Павел говорит, члены семьи. И третье. Он говорит, вы храм. То есть, три иллюстрации, которыми Павел объясняет природу церкви. Или показывает нам с вами, кто мы. Вот что за благословения теперь, какими благословениями мы теперь обладаем после примирения с Богом. Первое. Граждане царства. Сограждане святым. Второе. Павел говорит, члены семьи. Свои Богу. Если вы читаете Библию на английском языке, там написано of household of God. То есть, принадлежащий Бог Божьей семье. Свои Богу. И третье. Павел говорит, что это храм. Вы устрояетесь в жилище Божиим Духом. То есть, это три интересных иллюстрации, о которых мы с вами, ну вот тоже поговорим. Мы уже с вами отмечали, отметили, что в нашей с вами жизни все связано в первую очередь с тем, что сделал Бог. И вот в этом наш вывод немножко можно отреагировать, отредактировать, простите. Павел изображает новое языческое, еврейское сообщество. Первое, как Царство Божье. А второе, как Семья Божья. И третье, как Храм Божий. Итак, Царство Божье, мы часть этого Царства. Семья Божья, мы часть этой семьи. И Храм Божий, это именно то, во что мы с вами устроимся. Итак, первое, Царство Божье. Вот об этом тоже интересно порассуждать. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу. То есть, вот апостол Павел писал как раз-таки в то время, когда Римская империя, она процветала. И было действительно очень много, ну, как полезного, да, вот чем люди пользовались, живя в этой стране. Законы там очень хорошо работали, дороги были, еще что-то можно отмечать. Ну, в общем, можно сказать, что Павел пишет такое время, когда Римская империя процветает. И вот еще не видно, даже на заре, даже на заре еще не видно ничего такого, что, ну, предвещало бы упадок этой империи. То есть, он пишет то время, когда вот государство, ну, процветает. Это очень хорошее время для Римской империи. И все же вот апостол Павел понимает, видит глазами веры другое царство. Он видит не римское царство, не императора, не сильную армию, которая покоряется на своем пути. Он видит не еврейское царство, может быть, с какими-то царями. Он видит межнациональное, безрасовое царство. То есть, для него это уже совсем новый народ. Вот мы тоже с вами говорили, что он сотворил в себе одного, нового человека, устрояя мир. То есть, это новый народ, где уже нет евреев, нет язычников. Тексты другие библейские говорят, нет мужского пола, ни женского пола, нет рабов свободных, но все и во всем Христос. То есть, Павел видит другое царство. Он видит другое государство, другую нацию, других людей. Что-то более значительное, чем римское, или чем вот что-то другое. Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу. И вот опять интересно, вот его попытка апостола Павла, он как бы говорит, ну, не забывайте, кто вы были. То есть, никогда не забудьте, кто вы были. И вот здесь он повторяет 11 стих, «Помните». Вот мы с вами читаем 19 стих, «Вы не чужие, не пришельцы». То есть, нам очень важно постоянно помнить, кем мы были. Откуда Господь нас с вами призвал. Это очень важно помнить всегда, для того, чтобы ценить то, что Бог сделал и делает нашей с вами жизнью. И подчеркивает, с другой стороны, контраст. То есть, вот этот вот контраст, глубокий контраст, «Вы чужие, были чужие, были пришельцы, но теперь сограждане». Контраст между жизнью человека вне Христа и причастность человека к новому обществу. То есть, для него это очень ценно, и он это нам с вами передает. То есть, если жизнь вне Христа, то такая жизнь, она беспочвена, она ненадежна. А вот причастность к Божьему новому обществу – это вот совсем другое. Для него это большая-большая радость. Ну, я думаю, вот как мы с вами, читатели, которым писал Павел послание, они тоже очень хорошо понимали слово гражданство. Не только слово, но вообще, что из себя представляло гражданство. Из священного писания мы с вами знаем, что вот было такое гражданство в то время, к которому многие люди стремились и покупали его за огромные деньги. Это римское гражданство. То есть, это была большая-большая привилегия обладать этим гражданством. Вот так интересно была устроена вот империя. Это не была, допустим, страна Италия. Это был город Рим. То есть, это был город, который распространял свое влияние. И когда там, допустим, они завоевывали другие города, государства, то эти государства уже с Римом, они заключали договор. То есть, Рим оказывал влияние на все другие города, на все другие государства. И вы знаете, вот в городе Риме были списки, списки граждан этого города. И огромная привилегия была тогда, когда ваше имя было в списках граждан города Рима. Вот именно используя эту иллюстрацию, апостол Павел говорит о том, что у нас тоже есть с вами гражданство, и наши имена, они тоже записаны, они записаны в списках в Небесном Царстве. И Павел нам это говорит, это очень ценно. Это очень важно, это очень ценно и очень важно, это огромная привилегия, что ваше имя записано в списках граждан Царства Божьего. И так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым. И это то, что достиг Господь Иисус Христос через примирение. То есть примирились мы с Богом, и теперь мы получили новое гражданство в Небесном Царстве. В нашей Небесной Родине, вы знаете, вот есть основная особенность, это постоянное присутствие Царя. Это постоянное присутствие Царя. И вот наша теперь с вами обязанность послушания Господу, послушания нашему Небесному Царю. Так, первая иллюстрация – это Царство Божье, и мы граждане этого Царства. Следующее – это семья Бога. Вот, может быть, читаю русский язык, это не сильно понятно, вот конец 19 стиха – «Сограждане святым и свои Богу». То есть опять, если сравнивать, то вот как написано на английском языке, текст перед вами, вы принадлежите семье Бога. Давайте посмотрим еще вот некоторые тексты, где используется это же выражение «свои Богу». Послание Галатам, 6 глава, 10 стих. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверь. То есть опять, смотрите, вот когда Павел говорит «свои» по вере или «свои Богу», он имеет в виду именно семью. А не просто мы друзья, или как-то вот, а именно образ семьи. То есть Павел говорит о семье. Есть еще один текст, тоже апостола Павла, 1 Тимофея 5, 8. «Если же кто о своих, и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры, и хуже неверно». То есть «свои Богу», как написано в нашем тексте, «своим поверьем», все это имеет значение семьи. То есть теперь Павел говорит, мы не только граждане царства, а мы, оказывается, с вами еще члены семьи Бога, члены божественной семьи. Это тоже очень интересно, скорее всего, очень-очень важно для нас с вами. Дело в том, что именно картина семьи, отношения в семье передают более глубокий уровень близости друг к другу и принадлежности чему-то. Именно картина семьи передает более глубокий уровень близости друг к другу и принадлежности именно к семье. И теперь это становится одной из центральных идей церкви. То есть вот одна из идей церкви, смысл церкви – создавать такие отношения, сильные отношения, в которых поддерживаются эти отношения. То есть мы с вами это понимаем, это очень важно, когда церковь, она существует как семья. Но вот здесь тоже очень интересно, вот мне кажется, мы с вами иногда делаем ошибку, когда вот вообще семью или церковь как семью представляем в идеале. Скажите, как часто можно встретить идеальную семью? В каждой семье, даже у нас есть такая интересная жизненная пословица, что родственников не убирают, не так ли? То есть родственников мы с вами не выбираем. Оказывается, жизнь семьи, она не всегда идеальна. Кого-то нужно утешать, с кем-то нужно мягко разговаривать, а с кем-то нужно строго разговаривать, не так ли? И мы тоже говорим, это жизнь семьи. То есть точно так вот в церкви, ну, как-то, конечно, хочется все представлять в идеале, но мне кажется, вообще вот более жизненно. Оно совсем не так. Это нормально. Это нормально. Есть люди, которых мы с вами утешаем, именно в церкви. Есть люди, с которыми более строго разговариваем. Но это опять семья. А не для того, чтобы, знаете, как-то отрезать человека или упрекнуть чем-то от человека. Это вот смысл. Поддерживать глубокие и близкие отношения. И даже если говорим строго, ведь мы говорим любя, не так ли? То есть мы разговариваем любя, мы вот разговариваем строго, но вот с такой болью, горечью в сердце, что что-то не то происходит с этим человеком. Переживаем за то, что происходит с этим человеком. Итак, первый образ или первое благословение, которое мы с вами получили, члены гражданей Небесного Царства. Второе благословение. Мы с вами члены Божественной Семьи. И вот именно смысл в том, что создание и поддержка близких отношений, то есть мы принадлежим, есть наша принадлежность вот этой вот семье, у нас есть ответственность по отношению к этой семье, у нас есть люди, которые окружают нас с вами. Ну вот вспомните, может быть, когда вы росли еще в детстве, если у вас есть старший брат или сестра, младший брат или сестра, ну есть вот брат, которого недолюбливаешь, есть, которого больше любишь. То есть все это мы с вами находим в церкви. То есть все это есть в наших отношениях. И ну как-то не хочется сказать, что это нормально, когда мы кого-то недолюбливаем. Братья и сестры, это есть. То есть это есть, и вот смысл как раз таки в том, что мы в этом живем. То есть мы это проходим вот для того, чтобы вырасти в Храм Господень. Хорошо? И последняя иллюстрация апостола Павла – это Храм Божий, на котором все здание, слагаясь стройно, это 21-22 стих, все здание, слагаясь стройно, возрастает в Святой Храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божьего Духа. Ну вот опять, давайте представим себе, Павел пытается, вдохновленный Господом, пишет это послание, да, вот какую-то картину, чтобы у нас с вами осталось. Обратите внимание, он не говорит, что это домик, да, а не говорит, что Бог строит там шалаш. Как-нибудь или что-нибудь, а Павел говорит именно храм. То есть вот в его, вот, его вера, да, вот он увидел, открыл Господь, что строится храм. Не покосившийся домик, не маленький домик, а вот именно храм. Вот как вы думаете, когда иудей, вот такой, как Павел, пишет слово храм, что он имеет в виду? Что он представляет для себя? Он представляет величие, здание, не так ли? Вы никогда не думали о том, что храм вот в Иерусалиме, он просуществовал приблизительно тысячу лет. Тысячу лет просуществовал храм в Иерусалиме. Из истории мы с вами знаем, что из истории народа Божьего известны три версии этого храма в Иерусалиме. То есть самая первая версия храма в Иерусалиме это храм, который приготовил Давид, а потом построил Соломон. То есть это, скорее всего, было самое величественное здание, которое было построено именно Соломоном. То есть первая версия храма, храм, который строили под руководством Соломона. Мы с вами знаем, что затем этот храм был разрушен. Разрушен в Вавилонской империи. То есть этот храм был разрушен. После того, как народ Божий, вот Бог позволил вернуться народу в свою землю, храм начали восстанавливать. И восстанавливали его теперь уже под руководством человека, которого звали Зарававель. То есть об этом написано в книге Ездры и книге Неемии. То есть первый храм строился под руководством Соломона, а второй храм после разрушения строился под руководством Зарававеля. То есть тоже очень долгое время строился. И затем вот этот вот второй храм, который начал строить Зарававель, он был реконструирован царем Иродом. Вот именно когда жил Господь, помните, Христу книжники и фарисеи говорили, что этот храм строился 46 лет. Они как раз таки имеют в виду вот именно реконструкцию, которую производил царь Ирод. Итак, храм в Иерусалиме просуществовал тысячу лет. Нам известны три версии этого храма. Соломон построил храм в 950 году. Второй храм был разрушен уже в 70 году нашей эры. Таким образом, храм в Иерусалиме просуществовал тысячу лет. И он был центром, который помогал израильскому народу осознавать себя народом Божьим. То есть что же теперь делает Бог? Храм разрушен. Храма в Иерусалиме нет. Когда Павел писал это послание, а скорее всего храм еще существовал, он еще стоял. Павел опять вот верою видел другой храм. Он же прекрасно понимал, что Бог ведет строительство другого храма. То есть появляется другой народ, и поэтому появляется другой храм. Храм не в Иерусалиме, храм не из камней, дерево, а храм именно как духовное строение. И вот посмотрите, как им видит апостол Павел этот храм. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Павел понимал, видел, что у храма есть основание. Он говорит, это апостолы и пророки. Он понимал, что есть краеугольный камень или вот камень, который все держит вместе, а без которого здание не может стоять и здание не может строиться. Это Иисус Христос. И также Павел тоже замечает и говорит, что есть еще и люди. Это мы с вами. Павел говорит, вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Посмотрите, как интересно написано, 21 стих. Слагаясь стройно. Слагаясь стройно, возрастает, вы устрояетесь в святой храм в Господе. Итак, основание апостолы и пророки. Это тоже очень важно и тоже очень-очень интересно. Апостол Павел говорит, что основание церкви, если в общем сказать об апостолах и пророках, то мы должны с вами понимать учение апостолов и пророков. Учение апостолов и пророков. Я думаю, вот в этом большая разница между протестантским вероучением и вероучением католической или православной церкви. Допустим, вероучение католической и православной церкви требует, чтобы любой священник, которого посвящают на служение, он мог проследить рукоположение к апостолу Петру. То есть для них очень важна преемственность рукоположения. И они вот так вот верят, что, допустим, апостол Петр возлагал руки на первых служителей. И для них это очень важно, очень ценно, чтобы священник, он мог проследить рукоположение именно к апостолу Петру. Протестантские церкви, наше с вами вероучение, братья и сестры, в том, что очень важно для церкви не рукоположение, которое можно проследить к апостолу Петру, а верность учению. То есть когда мы с вами верны учению апостолов, это и есть вот основание апостолов и пророков. Вот такое интересное замечание. Вы знаете, мы не видим, чтобы где-то Христос возлагал руки на своих учеников, на апостолов. Есть такой библейский текст, где написано, что Христос показал им руки. То есть Господь показал руки своим ученикам, апостолам. То есть из этого мы делаем, что не настолько важно проследить, ну как рукоположение, можно ли проследить связь с апостолом Петром или с кем-то, а для нас очень важно учение именно апостолов и пророков. Апостолам, это понятно, это очень ограниченная группа людей. Те, которые были с Господом, и вот еще апостол Павел, может быть еще несколько человек, но мы с вами понимаем, что служение апостола, оно уже прекратилось, его уже нет. То есть это были люди, которым Господь поручил вот это вот служение. Это маленькая группа людей, избранные Христом, которые получили от него власть учить и передавать эту истину. То есть их свидетельство было очень важным. А пророки – это уже вдохновленные учители, которым приходило Божье Слово, и которые верно передавали это Слово всем другим. То есть можно предполагать, что все-таки Павел имеет в виду две группы людей – апостолы и пророки, которые в то время совместно несли свидетельство о Христе, и чье учение оно проистекало именно из откровения. Вот в следующей главе, 3-й главе, 5-м стихом мы читаем, что тайна была возвещена, не была возвещена прежним поколением снов человеческих, а ныне она открыта, тайна открыта апостолам и пророкам. То есть есть то, что получили учители церкви через откровение от Господа – это были апостолы и пророки. Поэтому основание церкви – это именно учение апостолов и пророков. Краеугольный камень церкви – это Господь Иисус Христос. То есть без него невозможно, чтобы здание стояло, невозможно, чтобы здание росло. Последнее, на что обратим сегодня внимание, для чего строится этот храм. Павел Интересно пишет, цель строительства, чтобы мы с вами были жилищем Божьим. Это очень интересно. Давайте вспомним тексты Ветхого Завета. Как часто, допустим, псалмопевцы, Соломон, когда построил храм, ведь он понимал, Господи, мы построили здание, а может ли это здание вместить Тебя? Ведь они понимали величие Божие, говорили, Господи, вот мы построили здание, а небеса Тебя не вмещают. Как же этот храм вместит Тебя? Вы можете представить, что теперь происходит? А где теперь живет Бог? В людях живет Бог. Бог живет в церкви, Бог живет в нас с вами. Вот поэтому это очень-очень удивительно для апостола Павла. То есть Бог живет в людях теперь, Он живет в нас с вами. И вот это как раз таки цель, которой Бог ведет в нашу с вами жизнь. Последнее, на что обращу внимание, давайте себе представим опять жителей города Ефеса. Вы знаете, они жили в городе, где было построено одно из семи чудес Древнего мира. Это храм богини Артемиды. Вы помните, в книге Деяния Апостолов очень интересно написано, вот как этот существовал храм, да, как переживали люди за этот храм. Но это было величественное здание, которое в то время считалось одним из чудес Древнего мира. Представьте себе людей, которые жили в тени вот этого храма. И апостол Павел, может они чувствовали себя маленькими. Там со всех концов мира приезжали туда люди, для того, чтобы посмотреть, поклониться. А вот этой вот богине Артемиде апостол Павел говорит, вы другой храм, другое жилище. То есть это тоже было очень ценно для людей. Вот когда вы чувствуете себя маленькими, Павел говорит, вот живете в тени вот этого храма, которое называется чудо света. Дальше он будет говорить о другом чуде, о настоящем чуде. Тайна, которая открыта. Вот то есть язычники, вот которые теперь принадлежат к народу Божьему. То есть вот как бы к сердцу этих людей Господь говорит, ну, посмотрите, Павел говорит, посмотрите, кто вы. Итак, братья и сестры, вот заканчиваем с вами вторую главу. То есть в следующий раз уже можно начинать третью главу. И привилегии или благословения, которые мы с вами получаем благодаря примирению. Благодаря примирению. И три иллюстрации апостола Павла. Это Божье Царство, это Божья Семья и Божий Храм. Вот это для нас с вами очень ценно, быть гражданами Царства. Для нас это очень ценно, быть членами Божьей семьи. И по-особенному ценно, братья и сестры, вот быть вот теми, в ком теперь живет Бог. То есть Бог живет в нас. То есть он, представляете, он ведет нас к этому. То есть в чем смысл оживотворения, в чем смысл приверения, в чем смысл того, что Бог нашел нас в этом мире. Вот веру дал нам, покаяние дал нам. В чем все смысл этого? А смысл в том, чтобы он теперь хочет жить нас с вами. Я думаю, это очень ценно для нас с вами. Аминь.